К началу этого проекта нас подвигли те изменения, которые диктуют жизнь, те изменения, которые требовалось произвести в рамках улучшения компании, в рамках увеличения объемов отгрузки. Задачи, которые ставились перед проектом, это было упорядочивание общего процесса документа оборота, механизмов выдачи, формирования этих документов, соотнесение их на шкале времени с реально происходящими событиями, снижение нагрузки на персонал, который отрабатывает документы. Как это было? Мы начинаем собирать товар, мы начинаем упаковывать, готовить к отгрузке, в этот же момент мы параллельно готовим комплект документов. К чему мы переходим? Мы раньше не имели технической возможности обеспечить быструю печать документов. Тайминг был условный при крупных отгрузках, значит, 4,5-5 минут печать, час технической обработки до выдачи документа в рейс. Мы в рамках работы над проектом переделывали программную часть своего оборудования, мы научились собирать комплекты разноориентированных по портретному ландшафту документов в одну пачку с аппаратным решением, мы научились это быстро и качественно печатать, мы научились это скреплять. На части документов мы проставляем фоксимиля, потому что документы не являются юридически значимыми. На сегодняшний день получается, что мы грузим машину, 7,5 минут у нас печать со сцеплированием с фоксимиля, то есть уже с готовой постпечатной обработкой. У нас остается там одна подпись на документе, и мы его отдаем. Тестирование оборудования на рынке представленного занимались долго, занимались много, выбирали из аппаратов, нашли ряд недостатков практически в каждом вендоре. С чем сталкивались на этапе тестирования? Это долгая протяжка механизмов при смене заданий, медленный переход от задания к заданию. Большой неприятной, скажем, для нас в подборе оборудования являлась месячная нагрузка, потому что, имея в месяц 600 тысяч экземпляров, использовать оборудование рассчитанное на 50-100 тысяч, мы просто не могли. И старое оборудование, которое мы использовали, это подтверждало, потому что на лазерной технологии регулярно на оборудование не рассчитано. На объеме печати горели печки, сыпались картриджи, и сам процесс обслуживания отнимал, останавливал процесс отгрузки. После долгих поисков мы нашли оборудование, которое позволило закрыть эти проблемы прям разом. То есть оборудование, в котором месячная нагрузка измеряется просто физическими возможностями самого аппарата. На сегодняшний день стоимость печати сократилась значительно. Мы ожидаем более чем трехкратного снижения. Поскольку документы, которые мы печатаем, являются товароспроводительными документами, никаких требований особых к качеству не предъявляется, снижение настроек качества позволило увеличить объем печати до 200 тысяч страниц на одном картридже. Почему РИЗа? По результатам выбора на рынке оборудования подход компании РИЗа является наиболее честным. Весь функционал оборудования декларирован, и оборудование полностью соответствует без каких-либо маркетинговых ухищрений. Оборудование работает именно так, как это заявлено производителям. Мы получили ровно то, о чем мы договаривались. Мы работаем ровно так, как мы договаривались. Мы работаем ровно в том объеме, который мы планировали. Это на сегодняшний день одна из самых честных рекомендаций, самые, наверное, честные на рынке среди производителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова